сантехника вызывали до вызывал чего в чем проблема проходите сами все увидеть куда туда до голубчик боже что я вижу боже мой да здесь течь посмотри вот вот этом районе понимаешь сколько здесь работы как и вообще до такого состояния все это довели боже мой да это же потребуется часа два минимум и что самое важное за дополнительную оплату понимаешь поэтому придется конечно здесь поработать а что это оплата прямо сейчас будет доброго времени суток мои великолепные протекшие люди меня зовут ильдар и вы на канале ключевой ильдар сегодня с вами мы постараемся подчинить вашу психику так как колпак конечно немного протекает сантехник это очень важная профессия сейчас должна быть на самом деле какая-то интеграция и да она будет у наших ребят кто занимается трубами протекшими разными вещами есть своя униформа аля спец одежда по ссылке в описании вы можете и и конечно же приобрести это мерч люди не меняются игнорируй а также много классных других ништяков я бы хотел вам продемонстрировать ролик который сняли мои коллеги посмотрите его пожалуйста так Продолжение следует... 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 Ты что хочешь? Давай еще погуляем. Мы дрова нахуй в центре города принесли. Зачем мы развели этот костер вообще? Мы сейчас будем печеную картошку делать, шашлык, блядь. Да, на улице минус 36, нормальная погода для пикника. Меня убьет, как я приду домой. Блядь, какой же это сюр, пи... Это моя бабушка по маминой линии, Нина Леонидом. По характеру она... Моя бабушка по маминой линии, Ирина Леонидом, я ненавижу. Она мне постоянно звонит, заботится обо мне. Очень сложный человек. О, явилась. Ты времени знаешь сколько? Да. Сейчас вот мне интересно, что она имеет в виду под словом сложное. Типа бабушка наругала свою внучку, которая опаздывает домой после 11 вечера. Все. Это сложность, в этом заключается. Сколько? Поздно. Где гуляла? С друзьями. В школу она, значит. Это понятное дело, мы, конечно, такое не приветствуем, когда с такими жесткими наездами. Но это делали как бы все советские родители, поэтому ничего удивительного пока что. Уроки не делает, это она не хочет делать, а гулять, она хочет. Моей бабушке 60... Сказала, что ты костер охуенный развела просто и все. Ну, типа, мне кажется, бабушка бы тебя за это похвалила. Типа, я хоть что-то делала. Чего ты делала? Уроки не делаешь, ничего не делаешь. Так бабушка, я костер развалила бы, дров наносила бы. У меня почему-то они все стали дагестанцами какими-то. Эй, бля, дров наносила бы, бля, пахнет, бля. Чпалаха, ща выпишу, эй. ...потала всю жизнь в школе посудомойщицей. Но три года назад решила оставить работу и ушла на пенсию. Сейчас... ...ушла в эскорт. ...время проводит дома. Занимается только тем, что учит меня жить. Постоянный... Что, флешки на Б, бля. ...учит про сахар. Толь. Постоянно приходить в одно и то же время, не опаздывать. Постоянно это уборка. Эти постоянные урольки. Я скажу честно, бабушка справляется очень плохо со своей задачей. У тебя одно гуляние в голове. Ты учиться не хочешь. Ты вообще ничего не хочешь. Я могу сказать бабушке, что у вас на голове? Она не мыта. Какой-то пиздец у вас на голове, бабушка. Ты мне скажи, что ты вообще хочешь? Что тебе надо? Так я стараюсь учиться. Да, ты школу посещаешь, но ты ничего там не делаешь. Я не чувствую от бабушки любовь. Хоть она и говорит то, что любит, но я этого не чувствую и не вижу. Любовь, поддержку и заботу я чувствовала последний раз пять лет назад. От самого дорогого человека в моей жизни. От сантехника Виталия. Ладно, сейчас грустный момент, не шутим. Привет, мамулечка. У меня мама умерла, когда ей было всего 36 лет. Ее звали Ольга. Ее жизнь забрала болезнь. У нее рак матки какой-то. Чего у нее было? Рак матки какой-то? У нее рак матки какой-то. А, рак матки, окей. Мы еще в августе анализы сдавали. И мазки, и все, все сдавали. У нее прошел допуск до работы. У нее абсолютно, она была здоровая. А 8 сентября у нее отказывает мочеточник. Как? Я вообще не понимаю. Как они смотрели анализы, как они проверяли, что человек уже на последней стадии рака. Я никогда не забуду тот день, когда узнала о смерти мамы. Просто хотелось у тебя вместе с мамой. Ну, тут что? Что тут комментировать? Грустненько. Вот тот свет. Я почувствовала, что какая-то пустота, темнота у меня началась. То, что все, как будто все исчезли куда-то, а я одна осталась. После смерти мамы нас с моей старшей сестрой Аней, ей сейчас 18 лет, и старшим братом Артемом, ему 20, хотели забрать детский дом. Артема в 20 тоже хотели детский дом забрать. Вот работа не хочется, там все бесплатно. Можно покушать, поспать, нормально. Уже даже начали оформлять документы. Но бабушка Нина и мой дедушка Игорь Вениаминович, ему 57 лет, и он работает электриком. Оформили над нами опять... Я обожаю каждый раз вот эти все уточнения. сколько ему лет, мы еще группу крови, чтобы сказали, знаете. Какую из тех пор мы стали жить с ними в двухкомнатах... Припевающе стали жить. ...квартире. Мы снова пошли в школу, хотя до этого из-за всего произошедшего год пропустили. Было тяжело, было тяжело. Они, видать, уже поняли, что без мамы у бабушки с дедушкой такой вольности нет. И что у меня строго сказано так, значит так. Бабушка человек нормальный, она нас любит. Как вы описываете своих родственников, да, у нее нормальные, в принципе. Но она хочет, чтобы мы все делали так, как хочет она, а на наше мнение ей наплевать. Бабушка очень строга. Это любая бабушка в целом, мне кажется, такая, нет? Я не помню вообще, чтобы она хвалила нас хоть раз в жизни. Дедушка намного добрее. Иногда мы можем поговорить с ним, но чаще всего он с бабушкой заодно. Дедушка как-то более мягче. Если мне что-то надо, например, мне у нее попросить деньги, например, попросить что-нибудь купить, то он это делает. Даже если бабушка будет не покупать. Очень тяжело, ребята. Ставь лайк, если тебе тяжело. Не от общей ситуации, а от того, что человек не может открыть рот чуть-чуть шире. Сейчас с бабушкой и дедушкой живем мы с Аней вдвоем, так как Артем учится на четвертом курсе политехнического колледжа в Нижнем Тагиле. И домой практически... Тагил! ...приезжает. С братом мы не близки, как и с Анькой. Находясь под одной крышей, мы вообще редко о чем-то говорим. Иногда Наташа рассказывает мне свои секреты, я и свои, но так тесно мы не общаемся. Иногда мы... Мы просто делимся всеми абсолютно секретами, но тесно мы не общаемся. Можем провести целый день в одной комнате, но не разговаривать. Я бы даже сказала, что мы враги, мы любим друг друга, рассказываем секреты, но мы не общаемся. Своего родного папу Олега я вообще не помню и никогда с ним не общалась. Мама разошла с ним еще до моего рождения и рассказывала, что он был страшным человеком. Много пил и постоянно ее избивал. Я видела его только на... Я думал, знаете, ему типа собаки лицо съели, он просто, ну, типа, страшный, ладно. Графий, он даже не приходил, не узнавал, не знал, как. Я, что я? То есть я только знаю, то, что он умер в тюрьме, когда должен был быть плоду. Когда должен был жить, умер. Уже пять лет с ухода из жизни мамы у меня есть мечта. Поскорее вырасти, чтобы свалить из бабушкиного дома из-под ее опеки. И кажется, это желание вот-вот осуществится. Ведь я беременна. Кстати, если вы хотите уйти пораньше из дома, от родителей стать более самостоятельным, обязательно в 13-14 лет заводите ребенка. Это я вам рекомендую точно. Типа, знаете, зачем учиться, искать работу, пытаться действительно быть каким-то самостоятельным человеком, если можно просто залететь. Супер! Последние пять лет после смерти мамы я вообще не думала, что хоть раз в жизни еще раз испытаю чувство любви. Но все-таки это случилось. Случилось, когда я встретила его. Мне просто интересно посмотреть в лицо человека, который начал встречаться с ребенком, который явно выглядит, как, не знаю, 13-летний ребенок. Это Сережа. Ему 46. Ему 18 лет. Он мой парень. Я вообще не понимаю, как мне удалось ухватить такого красавца, как он. Он накачанный. Он... Я что, в сердца за любовь попал? Значит, я миллиардер, у меня яхта, я лучший друг Илона Маска. Покажи пресс, пресса нет. Выходит, бомж просто обоссанный обраган-наркоман. Покажи пресс, пресс есть, он накачанный. Я его выбираю. Он всегда постреляется красиво, одевается красиво. Грудь понравилась, она мягкая. Бля, пи***, все, все, я понял, что их связывает. Они просто оба не ходили к логопеду, бля, никогда. Понравилась. Жопа понравилась? Она тоже мягкая. Кстати, как вы описываете свою девушку? Ну, не знаю, типа, грудь мягкая, жопа мягкая. Понравилась? Так вот и начал встречаться. Если жопа твердая, кстати, как камень, то обычно не встречаюсь. Как желе в пакете. Мы с Сережей познакомились год назад в общей компании друзей. Слава богу, что они очень развиты оба. Своими подружками пошла на заброшку, и туда пришел он со своими друзьями. Я ей сразу понравился, она пыталась узнать, Я ей сам понравился. Меня зовут? И потом, когда мы пошли уже дальше, и забрали. Еб... Это только седьмая минута, мы че не б***ь, какие-то смотри. Гулять. То есть все пошли вперед, а он один остановился, подождал меня. Потом нашли друг друга в соцсетях, иначе... Бля, ребята, ну пока что, это идеально. Блин, это что? Нашли, нарушимся. Бжим, все. Блин. Снова уже вести диалог, как дела, что делаешь. Потом через четыре дня я продолжил встречаться. Знаете, мне кажется, вот люди, которые учат русский язык, иностранцы, и они думают, что они уже native-спикеры, им надо вот включить это видео, и они не поймут ни одного слова, ну абсолютно ни одного. И так мы с ним начали общаться, встречаться. Сережа... Первая фраза, что сказала внеакно реально. Кончил только восемь классов и бросил... Это слишком очевидно, было бы странно, знаете, я такая, Сережа у меня аспирант на самом деле, он защищал, значит, докторскую по производным, у него, кстати, своя теорема есть, это теорема Эскобара. Говорит, что учиться это ад. И если честно, тут я его абсолютно понимаю. Со школой что-то связывать не очень сильно хотелось, нравилось больше снимать видео всякие, выкладывать им-то. Это он типа на Даню Милохина посмотрел, он типа такой, так, Даня Милохин у нас далеко не образованный человек, соответственно, можно сделать вывод, что бросаешь школу и становишься популярным, но в итоге... Слушайте, ну в итоге он стал популярным, понимаете? Он стал... Он здесь, я комментирую его, значит, он начнёт сработал. Ребята, все бросаем школу и стараемся разговаривать как двухлетний. В этом и есть успех вашей жизни. Я видеоблогингом. Ой, боже. Ну как-то у меня больше есть желание, тяга, чем к учёбе. Но как блогер Серёжа... Не удался? Тебя тоже не реализовал. Снял несколько видео для социальных сетей. Давайте подытожим. У нас есть чел, который не умеет разговаривать абсолютно. Ну, у него там развитие, знаете, типа шестиклассника какого. Какое, извините, шестиклассники. А первоклассника, он бросает школу и решает стать видеоблогером. Он снял три видео, у него ничего не получилось. Он такой, ладно, я попробовал всё, что мог. А потом забросил это дело. Говорит, чтобы раскрутиться в интернете, нужно вложить в это немало денег, которых у него сейчас нет. Я скажу так, этому пацану не поможет ничего. Ни деньги, ни деньги, ни... ничего. Серёжа, как и я, живёт со своей бабушкой пенсионеркой, Ириной Генриховной. Ей 75 лет. Она начинающий тиктокер. У них большая трёхкомнатная квартира. Мама Серёжи... А также две опухоли. Ладно, чё ты... Арташа, его девятилетняя сестра Аня... В микроволновке. Просто хочется, знаете, как-то себя развеселить. Извините, иногда бывает такой юмор, который понятен только мне. Это мета-юмор называется. Вам не смешно, а мне смешно. «До свидания». Наташа живут отдельно, совсем рядом, за пару домов. Семья у меня спокойная, благополучная. Спокойно живём, все, каждым своим делом. Мне кажется, просто по чем-то. Вы посмотрите на его зрачки. Здесь он сидит. Семья у нас спокойная, благополучная. У нас всё хорошо. Можно мне, пожалуйста, за капелью спасать? Тётя Наташа 38 лет. Она уважаемый в городе человек, опытный риэлтор. Опять, ну видно, что сына она свой не очень уважает. Зарплата у неё в среднем 50 тысяч рублей в месяц. Евро. Что совсем немало для Краснотуринска. Она финансово помогает Серёжу. Она финансово вымогает Серёжу. Даёт ему деньги и покупает одежду. Кстати, она всё правильно делает. Просто пускай содержит его до лет ста где-то. У Серёжи пока не работает, так как не знает, в какой именно сфере хочет зарабатывать деньги. Из-за этого у него с мамой часто бывают конфликты. Я устала. Я бы, знаете, предложил Серёге такую сферу создать компанию по пиару правильного образа жизни, обучения, развития. То есть, типа, ты берёшь себя как экспонат, два человека тебя заносят в, не знаю, какой-нибудь зал, где они выступают, сидят школьники, студенты, говорят, вот смотрите, ребята, что с вами будет, если вы бросите школу после восьмого класса. Серёжа, начинай. Он такой, я всё, короче, я хотел стать тиктокером, я что-то сидел, думал, короче, и у меня какая-то что-то, а, я снял три видео и понял, что, короче, они самые популярные без денег. А деньги где брать? Я подумал, что может это что-то и всё-таки ой, ебан, не, всё, спасибо за мотивацию. Это были самые лучшие вложенные деньги. Тебя уже содержать. Ты устала тебе там всё покупать, что-то делать. Ты уже большой мальчик, уже должен работать. Чего вы прокопали ко мне? Я вам прокопал ко мне. Я работаю тупой. Да потому что от этой тупой работы, как ты говоришь, там деньги зарабатывают, на которые можно купить всё себе и одежду, и покушать. Серёжа, хватит. Ебан, ебан. Же, учиться не хочет. Работать он не хочет. Мне стал грубить, бабушке стал грубить. Иногда ударить охота. Бывает настолько. Позавчера купила нож, кстати. Да так, восьмиметровый, чтобы был. Скажу честно, смотрю на Серёжу, хочется его немного ударить. Для чего нож? Пусть лежит. Обидно, вот, прям до слёз. Серёжа, как и я, вообще не знает своего родного папу. Языка, но... мы до сих пор не выучили русский. Я не понимаю. Ребята, кстати, этот разводной ключ также для того здесь присутствует, чтобы немного свои мозги подправить, потому что мне кажется, это мне понадобится в конце ролика. Тогда я его не видел, да и стремления его найти у Серёжи нет, так как он очень подло поступил с его мамой. Я про этого человека не знать, не слышать, ничего не хочу. Он обокрал нашу семью. То есть он украл золото, он украл моего... Я не знаю, почему смешно. Прикиньте, чел, короче, заделал ребёнка, чтобы украсть золото в квартире. Я тебя люблю, я тебя обожаю, я хочу от тебя ребёнка. И женщина такая, да, да, всё супер. И она рожает, и он просто в этот же день выносит всё из квартиры, пока она лежит в роддоме. Папа деньги. И то есть когда мы поняли, что он обокрал, я просто беременная была уже, да, вот, и я его сразу же выгнала отсюда. Ну, в принципе, я вообще никогда... Обокрал, знаете, типа, он выносил вещи из одной комнаты в другую, и она такая, что это такое? Он говорит, я просто вещи выношу. Такая, ты своровала тебе вещи? Он такой, нет. Вон из дома. Я не задавал себе такой вопрос, где мой папа. В принципе, я без папы вырос. Нормально. Проблема твоя, Серёга, в том, что ты не можешь просто задать вопрос. Типа, даже ты, когда задаёшь вопрос, никто не понимает, ну, что ты спрашиваешь. Вот такая проблемка есть. С мамой Серёжей я ещё лично не знакома. Мы общались только один раз по телефону. То есть, мне был... Я снимала квартиру у него как-то. Я беру трубку. Здравствуйте. Меня, говорит, зовут Наташа. Я, девушка Серёжа. Я его очень сильно люблю. Это они так, как потом выяснилось, со мной пошутили. Мы с ним играли, оправдали действие. То есть, он мне загадал, чтобы позвонил Ионы маме и сказал, что я его люблю. Мамы, кстати, бывают Ионы и Ионы. Это запишите, пожалуйста, в конспектик. Это очень важно. Когда она узнала то, что мы встречаемся, она, конечно, была против. Сколько можно и ты Наташа, Наташа, ты постоянно у неё. Он просто в Сталопитек, знаете, такой, типа... Я уверен, короче, если он пройдёт тест на IQ, там будет 31 где-то, ну, максимум. Сколько можно туда ездить? Как можно вообще воспит... Может он... Не, реально, может быть, я издеваюсь над человеком, у него реально проблемы какие-то. То есть, ну, очевидно, типа нельзя прикалываться и шутить. Ну, можно, конечно, но это не очень этично будет, скажем так, над людьми, которые имеют действительно какие-то отклонения. Вы просто... Как можно быть вот таким? Объясните мне? Не надоело ещё? Нет. Хочу с ней гуляю. Ваше это... Хочу с ней гуляю. Ваше дело. Я не хотела, чтобы Серёжа встречался с девушками. Я хотела, чтобы он всё-таки встал на ноги, хотя бы устроился на работу. Бля, из-за него выражение лица просто, бля, какого-то гутанга, бля. Вау. Кажется, он типа ходит в туалет, как кот. Он просто знает, что там туалет и типа может просто, ну, типа забыть, потереть бумагой жопу и рукой вытирая, потом такой, типа ходит, такая, бля, что-то воняет, почему? Чтобы имел какой-то доход, а потом уже заводить какие-то отношения с девушками. А вот моя бабушка пару раз видела Серёжу, и он ей не понравился. Мне кажется, Серёжа даже своей семье не нравится, если честно. Я уже, у меня уже, я не могу, я начинаю уже злиться. Он не даёт ей самой учиться во время урока звонки, во время... Ставь лайк, если бабушка похожа на Хованского. Домашнего здания звонки, во время сна уже спать надо звонки, постоянно он приходит её гулять, зовёт, приезжает. Какая у неё учёба? Да никакая. нам любовь важней. Ну какая уже разница, что кто думает о Серёже и о наших с ним отношениях? Ведь я от этого человека жду ребёнка и точно знаю. Вы, блядь, вообще представляете, что у них родится? Что это? Это Даня Милохин, умноженный на 47 хромосом, блядь, я не понимаю. Вместе навсегда. Интимная связь у нас с Серёжей случилась первый раз только через полгода, после того, как мы начали встречаться. Ничего себе. Это даже вызывает некоторое недоумение. предлагала, предлагала заняться сексом, а я специально тягиваю время. Он всё предлагала, предлагала, вообще не знаю. Я боялась, потому что, а ему надо было. Он всё пытался, 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 ну ладно, он всё рад. Такой пытался, он просто, знаете, подходил к её колену и пытался туда тыкал, тыкал, такой, типа, не надо, давай я занимаюсь сексом, куда она с с вами? Можешь подсказать? Я не понимаю. Он просто полгода искал дырку, понимаете, в этом проблеме. Хочется, ну, уже была уверена в нём, то, что мы будем как бы с ним надолго, то, что он не бросит. Мне захотелось больше, чем отношения. Я ей предложил, давай попробуем заняться сексом. Попробуем. Попробуем. Бля, лучше бы ты предложил ей книжки вслух почитать. Реально, это полезнее было бы в раз 10. Вот чего он может научить ребёнка? Как правильно не выговаривать буквы? Бля, я не понимаю. Она была ещё девочкой. Получается, я её лишил в детстве. От презервативов мы отказались практически сразу. Ну и правильно, они никому не нужны. И предложил заниматься любовью без них Серёжа. Заниматься сексом в презервативе как-то не очень неудобно и некомфортно другу своему маленькому. Он сказал другу своему маленькому неудобно, некомфортно, понял. Во первое время, когда он говорил давай без презервативов, я, конечно, боялся, что вдруг забеременею. Как он говорил, то, что у большинства мальчиков есть врага цели. Из-за этого они не могут иметь детей, пока не сделаешь операцию. Но я ему поверила, то что он не может иметь детей. Но, как выяснилось потом, Серёжа так пошутил, и у него нет проблем со здоровьем. Пранк вышел из-под контроля. Сначала я посмеялась над его шуткой. Но когда поняла, что у меня задержка месячных, мне стало не до смеха. Я поняла то, что их нет в месячных две недели. Я сразу поняла то, что что-то не так. То есть они должны были уже начаться две недели назад, а их всё нет. Я сразу написала сообщение Серёже, чтобы он встретил меня со школы и обязательно купил тест на беременность. У меня никогда не было то, что у меня там не бывает на день позже, на день раньше. То есть у меня в определённые дни они были всегда. А тут их нету. Но я подумала, ну, может, правда, беременна. Вопрос у меня один. Где нам сделать тест? У меня дома бабушка, у Серёжи тоже. Я решила позвонить своей подружке-однокласснице Аньке. Она не пошла. Я не понимаю, что тесты типа через бабушек делаются или как. У меня бабушка дома, и у Серёжи тоже бабушка дома. Блин. Сегодня на уроке и дома сидит одна, так как её родители работают допоздна. Но говорить ей, что могу быть беременна, не стало. Рано ещё делать какие-то. Вы вообще понимаете, что из-за того, что они говорят абсолютно невнятно, непонятно, закадровый голос озвучивают практически, ну, я не знаю, типа 60% передачи? Это выводы. Поэтому просто попросила её забежать к ней в туалет. Якобы мы с Серёжей сейчас рядом с её домом. Но признаюсь честно... Как они вообще их взяли в передачи? Я не понимаю. Если я окажусь беременна, я буду безумно рада. Серёжа, думаю, тоже. Однажды мы говорили о детях, и он сказал, что хотел бы стать папой. Мне захотелось ребёнка, захотел нянчиться, захотел воспитывать. Когда видел на улице маленьких детей, мне тоже захотелось маленького ребёнка, не просто как игрушка, чтобы свой родной ребёнок был всегда со мной, чтобы всегда потом помогал в будущем. Ему нужен ребёнок, чтобы он ему помогал в будущем, потому что этот человек на самом деле уже в данный момент недееспособный. Знаете, он типа хочет ребёнка, чтобы он помог ему, знаете, открыть там пачку чипсов, чай заварить, там, нарезать колбасу. Он постоянно, знаете, себе пальцы рубает, уже врачи просто устали ему зашивать бесконечно. Я вчера захотела ребёнка, потому что я захотела побыстрее съехать от бабушки. То есть мне захотелось более свободы, то есть чтобы делать, что я захочу, приходить. Куда ты просто в детдом с ребёнком съедешь? Типа бабушка настолько сильно разозлится, что твоего ребёнка отправят в дом малютку, да, там, в детдом для младенцев, а тебя просто в обычный детдом. Это так ты захотела вырасти? А я понял. Сколько я захочу, чтобы побыстрее просто съехать от неё и жить с Серёжей. Две минуты длились вечно. Я очень переживала. Что покажет тест? Две полоски. Я очень рада. Что тут внутри? Я буду отцом, больше буду дисциплирован. То, что я... Дисциплирован. Это новое слово такое у нас присутствует в словаре. Могу подавать пример ребёнку. Когда я увидела две полоски, я одновременно и радостная, но больше я была напугана. Как об этом говорить бабушке? Как она вообще отреагирует? Ну, она должна знать. Я понимаю, что она должна знать, но я ей точно... какой пиздец... Я реально, знаете, смотрю фильм вот этот, вот я на него часто ссылаюсь, но ощущение такое, будто бы я смотрю, у холмов есть глаза. Вот знаете, вот мутанты вот эти повылазили от радиации, и они, ну, общаются как-то, и они суперсчастливы, что у них будет... То есть я могу правда поверить, что они, ну, реально счастливы, что у них ребёнок. Рассказывать не буду. Может, как-нибудь потом я ей расскажу. Я вот... Ну, я своей маме сегодня расскажу. Ну, маме что я как бы... Ну, зачем вообще кому-то говорить? Может, пока это встань не поддержит? Не, ну эти диалоги Тарантино писал-то, это чё, видно? Я вижу то, что твоя мама меня как-то не очень любит. Ну, она тебя не любит, но я тебя люблю очень сильно. Несмотря на... А я тебя не люблю, но я тебя люблю очень сильно. Потому что я понимаю, что рано или поздно нужно будет сказать бабушке, и она, мне кажется, действительно меня убьёт. Сейчас я абсолютно счастлива. Мы с Серёжей станем родителями. Создадим свою семью. Что может быть лучше этого? Серёжа проводил меня до дома. Он сказал, что его мама сегодня придёт к ним домой помочь бабушке с делами. И он всё ей расскажет. Я боюсь, а вдруг тётя Наташа отговорит его от нашей беременности? И он вообще меня бросит. Тут такое дело. Наташа беременна. Что? Мама просто не разобрала, что он сказал на самом деле. Сейчас переговорить. Секунду. Дело. Наташа беременна. Что? Ещё раз. Тут такое дело. Наташа беременна. Что? Ой, господи. Ну, конечно, я очень расстроилась. Мне очень обидно. Что вы натворили-то? 16 лет. Мозги-то где? Не ебать бабушка. Тебя? На месте. А у неё где? Я в очередной раз поняла, что у Серёжи... Задержка в развитии. Надо было отдавать его в ЗПР класс. Я решила, что он и так дотянет. В итоге он ушёл с восьмого класса не потому, что ему учёба не нравится, потому что школа хотела от него избавиться на самом деле. Главы нет. Я хотела своему сыну лучшую судьбу. Я не знаю, что делать. Теперь после этого всего я не знаю. Верните его в восьмой класс для начала, реально. Что делать? Они просто меня сведут в могилу, вот и всё. Ты просто безответственный. Ты не подумаешь, как дальше жить. В общем, вот эти две полоски. Он такой подумал, у меня мама нормально зарабатывает, она и будет содержать всех детей. Ещё не факт. Тесты бывают, обманывают. Сразу сказала, пойдём в женскую, сделают УЗИ, посмотрят как бы и точно уже скажут, да или нет. Серёжа мне позвонил и сказал, что завтра его мама хочет вместе с нами пойти в больницу и проверить, действительно ли я беременна. Я очень переживаю, ведь я тётю Наташу ещё не видела. Мы не знакомы лично. Я хотела отказаться, но Серёжа меня убедил. Пообещал, что в обиду не даст. Утром я встала, как обычно, и сделала вид для бабушки, что иду в школу. Но на самом деле, меня под домом уже ждал Серёжа, чтобы пойти в больницу. С его мамой мы встретились у дверей женской консультации. Да уж, не так я себе представляла нашу первую встречу с тетей Наташей. Вы знаете, у меня такой диссонанс в голове, когда вот говорит диктор с закадровым голосом, просто идеально точная речь, и потом включаются вот эти вот два олигофрена каких-то, и начинается... Вот на первый взгляд мне показалась хорошая девочка. Она настолько стеснялась, мне её в какой-то степени даже жалко стало, зная моего сына. Типа, я бы никому такого не пожелала на самом деле, иметь ребёнка от моего сына. Я вижу у вас беременность. Вот здесь вот чётко видно желточный мешок, эмбриончик. На сегодняшний день размер эмбриона 8 миллиметров, что соответствует строку 6 недель 6 дней. Когда врач подтвердил то, что Наташа всё-таки беременная, я так сразу подумала, что все мы влепли. Спасибо сыну за это всё, конечно. Пока мы с тётей Наташей были на УЗИ, Серёжа ждал нас на улице, так как врачи разрешили находиться в кабинете только одному человеку. И Серёжина мама захотела лично услышать от врачей, что я беременна. Ну что сказали? Ну что сказали, вы беременны, и что делать будете? Рожать. Я вот не понимаю, как так можно было не обдумать и всё вообще, как-то спонтанно всё получилось у вас. Мы хотели ребёнка. Я против абортов. Я считаю, что это очень большой грех. Это я считаю как убийство. Я как бы на себя такую ответственность брать не буду. Я бы своей дочери никогда бы не пожелала аборта. Ты бы пожелала, чтобы ребёнок жил вот в семье, которая состоит из людей, которые вообще абсолютно не умеют разговаривать, связывать слова в предложение? Ну ты как бы об этом подумала, нет? Бабушка-то знает? Нет. Ну что я позвоню? Ну что я скажу? Я вообще как бы твою бабушку не знаю, да? То есть как я буду звонить? Ну они меня уговорили. Тётя Наташа пообещала уже сегодня набрать бабушку. Хорошо, что сообщать ей такую новость буду не я, хотя достанется мне. Серёжа проводил меня до школы. Я как раз успеваю к третьему уроку. Всю дорогу мы обсуждали нашу беременность. Я не могу передать словами, как я счастлива. Хочу послушать, как они всю дорогу обсуждали беременность. Это, наверное, просто были невероятные диалоги. Я беременна. Ты беременна? У нас будет ребёнок? У нас будет ребёнок? Прикольно. А что ты с детьми делаешь? Я не знаю. Я не знаю. Я сидела с маленькими детьми, то есть я знаю, как их накормить, как правильно их взять, переодеть. Ну, в принципе, я один в один написал их диалог. Из Нины Леонидовны просто начали бесы выходить какие-то. Вы знаете, тут Серёжа с Наташей ко мне... Я думаю, боже, нахуй мне звонит. Мне надо срочно помыть тазик. Пришли и сказали, что Наташа вроде бы беременна. Мы сходили в женскую и подтвердилась, Наташа беременная. Она вам боится... Мне нравится, как начался диалог. В общем, они пришли, сказали, Наташа вроде беременна. И мы, знаете, сходили в женскую консультацию, а там сказали, Наташа беременна. Любая бабушка в мире, что вы будете делать, если я умру, бля? Я хочу умереть! Позор. Вы что творите? Я сама в шоке. Вот кто озвучивал Пеннивайза на самом деле. Что-то надо решать. А что решать? Что решать? Аборт не надо делать, что решать? Ничего не надо решать. Ужасно, конечно. Это идиотский поступок. Серёжа прислал мне сообщение, что его мама уже всё рассказала моей бабушке. После уроков я сразу пошла домой. И я уже догадывалась, что меня сейчас ждёт. Бабушка с пиццу и уже вот такая... Ты что, вообще чокнулась? Нет. Наташ, ты школу не закончила? Ты в девятом классе учишься? Какой рожать? Я не буду делать аборт. Вы понимаете, что её написали текстом, что она про неё произнесла? Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Почему? Ну почему? Я говорю, Наташ, какой аборт? Там даже нету человечка. Там один эмбриончик. Она же уцепилась. Нет, нет рожать. Ну бабушка, на самом деле, всё верно говорит. Родишь ты, всё, жизнь у тебя оборвалась. У тебя будет ребёнок, у тебя будет дом. Мне кажется, у неё оборвалась жизнь, как она вообще родилась, в принципе, вот такая. Ни чёмный муж будет, да? Который ничего не хочет делать, кроме себя никого не любит. Это очень неадекватный человек, очень неадекватный. У него, во-первых, ни грамма ответственности ни за себя нет. Могу сказать, что в целом они с вашей внучкой немножко похожи. Вообще всем. За кого-либо не учится, не работает. Он живёт на бабушке на шее. Мама его обеспечивает. Я не знаю, как человеку можно доверить такому человеку. Это её на меня. То, что добра не будет. Ну, потому что ей он не нравится. То есть она весь в нём только плохие качества. Короче, ну, этот выпуск дан Богом нам. Это испытание, ребята. Если вы досмотрите этот ролик каким-то чудом до конца, я встану и поаплодирую вам. И это факты. Я начинаю вот говорить. Мне так прямо не то, что плакать. Мне выйти хочется, мне орать хочется. Потому что я вижу, что ты в яме сидишь. Ты сидишь в яме. Я и прияток не может быть. Это, знаете, ты будто играешь в Oblivion, этот Elder Scrolls. И это просто разговоры с NPC вот под эту музыку мемную. Ты в яме сидишь. Ты сидишь в яме. Я и прияток не может быть. Первых за тебя несу ответственность. Перед законом и перед твоей царством небесным мамой я буду решать, куда и где ты будешь жить. Пока я опекун. Всё, иди отсюда. И после этого я про себя думаю, я с ним... Разговаривать даже не буду, даже видео не хочу. И самое главное, чтобы не было ребёнка то, чтобы... Прикольно, она не умеет разговаривать, но ребёнок у неё уже есть. Как это возможно? Может, это первый в мире случай, когда ребёнок, реальный ребёнок лет двух заберемел ребёнком. Ходились слухи то, что вот у неё забеременела внучка в таком маленьком возрасте. А то, что внутри я буду чувствовать, это как бы вообще никаким боком не касается. Неважно. Бабушка своими слезами, мне кажется, просто хочет надавить на меня. Но мне всё равно на этом. Я сразу написала СМС Серёжи, что меня хотят отправить на аборт. Он сказал, чтобы я собирала вещи и переезжала к нему. Со своими он договорится. Тебя кто отпустил-то? Тебя кто отпустил-то, Серёжи? А? Никуда не пойдёшь. Наташ! Дома сидим. А думайся, а ты что делаешь-то? А мы сидим никуда не идём. Никуда ты не поедешь, ты будешь жить дома. Вот здесь спать, вот на этой кровати. И про то, чтобы предотвратить беременность, мы с тобой ещё разговор не закончили. Попробуй только выйти из комнаты. Я понимаю, да, что он у неё стал как бы и первый мужчина, и первый парень. Что это первая любовь, она всегда слепа и зла. Поэтому, чтобы решить все проблемы, нужно заставлять внучку сидеть дома. Это точно сработает, это точно поможет. Ходит, это проходит, и люди осознают. Так, это проходит, 20 лет посидит в комнате, всё как рукой снимет. Я знаю одно, я всё равно буду жить с Серёжей, а без бабушки справлюсь нормально. После смерти мам... Поэтому я решила с пятого этажа спрыгнуть со своей сумкой, всё норм. Ежемесячно я получаю 10 тысяч рублей пособия от государства. На эти деньги мы сможем себя прокормить. А Серёжа в ближайшее время найдёт ещё и работу. У бабушки нет выбора, ребёнка я рожу. И я всё равно от неё уйду. Не сегодня, так завтра. Последние недели бабушка каждый день мне рассказывает про аборт. Дедушка вообще со мной не обсуждает эту тему. Делает вид, что ничего не произошло. Анька тоже в курсе всего. Но ничего не говорит. Наверное, боится бабушку и не хочет в это влезать. То, что Наташа забеременела, это дебильный и необдуманный поступок. Потому что она не получила образование. Но им нужно было просто подумать об этом. Серёжа каждый день мне говорит, чтобы я... Аня, видно, что закончила восьмой класс. Приезжала к нему. Но я не могу этого сделать без разрешения бабушки. Ведь она действительно перед законом за меня ответственна. И если органы опеки узнают, что я в 16 лет живу не с ней, и что я ушла из дома, меня вообще могут забрать в интернат. А может мне, слушай, поговорить с твоей бабушкой? Не надо, блядь. Ой, блядь. Не надо, чтобы ещё хуже будет. Она ещё злее намного станет. Мне плевать на Наташу бабушку. У меня эту старую коргу, и я Наташу заберу или увезу куда-нибудь, или украду от неё. Мы всё равно родим этого ребёнка. Бонни и Клайд, блядь. Какой-то задержки в развитии. Сука, они уедут в Канаву, блядь. Только в ближайшем, если... Ой, блядь. Ещё Серёжа сказал, что оказывается... А я его заберу, я его увезу и украду. Понятно? А мне... Как ручку дверь открыть, смогу знать кто-нибудь? Куда, что... А вот он открывает, сука, вверх. На себя тянут, да? Прямая бабушка позвонила его маме и пригласила к нам домой на встречу. Татья Наташа будет настаивать, что она против аборта и что ребёнка нужно оставлять. У меня появилась маленькая надежда, что после этой встречи бабушка примет мою беременность. Нина Леонидовна звонит и зовёт меня с моей мамой к ней домой поговорить. Я, честно говоря, была очень удивлена. Здравствуйте, дорогие родственнички. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Даже боюсь предположить, о чём она хочет поговорить конкретно. А потому что всё очень плохо. Потому что вот такой у неё сын. Школу посещала? Не пропускала. Ну, бывало, в два, в третьем приходила домой, да? Уроки? Обязательно. Восемь? Не минуты более. Дома. Где они успели это сделать? Я почему подозреваю, что вы предоставили ему квартиру? У костра, я думаю, они там просто за школой, там где дрова были, вот эти шашлычок. Во-первых, я их даже не знакомим. Я их, простите, в постель не ложила. Более того, когда мне Наташа звонила и говорила... На самом деле, от бабки претензия, конечно, типа, вы предоставили квартиру для занятия сексом, и моя внучка залетела. Вся ответственность на вас. Я люблю... Обычно так и происходит, кстати. Я ей сказала, не надо. Меня никто не услышал. А ведь кому-кому? А тебе она первой сказала, что она беременна. Почему она меня вот в этом обвиняет? Ну, не знаю. Может быть, это неправильно, то, что она ее опекун, а я... Ну, на самом деле, как бы в данный момент никто. Есть риск того, что первый аборт, тем более, ей еще нету 18 лет, да? Что в дальнейшем она может вообще никогда не родить. Бабушка такая, «Ну, я-то уже тоже не могу родить, ничего, вроде жива, все норм». Просто она будет принимать таблетки, две или одну, одну. И у нее пройдет это месячными. Но у нее остается все, как есть. Она и будет рожать. «Мне как-то жалко, вот честное слово». «А чего там жалеть? Там эмбриончик, спичечную головку, что там жалеть? Там даже неизвестно, мальчик, девочка, там нет ничего, там просто яйцеклетка. Я говорю, да как? Да как?» Бабушку, знаете, надо в Америку отправить, там где вот с этими, с плакатами ходят. «Мы можем решать, делать ли нам обои?» Она все по полочкам вот четко разговаривает. «Там вы блядь, со спичечной блядь головку». «Ну дайте вы ей доучиться, дайте». «Да будет, мол, вот она будет задавать учиться?» Я говорю, «Не будет, поверь мне». Кстати, как же будет приятно ребенку, который родится и через 15 лет посмотрит вот этот выпуск, смотреть, как бабка хотела, чтобы его по-быстрому выпилили. «Давай ее, дадим ей возможность, давай ее, уговорим, чтобы она хотя бы кончила 9 классов. Уговори ее, чтобы…» «Просто хотя бы кончила, хотя бы ладно». «Она не переезжала к вам, пусть она живет дома, под моим контролем, она кончит школу». «У нее все она решила, она хочет рожать, и тут ее, мне кажется, не я, даже если бы я вот захотела, да». «Только Ян Топли сможет ее отговорить, реально». «Не вы, ее просто никто не переубедит вообще». «Но я это поняла». «Она…» «Пока у нас дома тетя Натаня». «Спасибо, что дали договорить супер монтаж». «Шея Ирина Генриховна, я решила не идти туда». «Она!» «Все!» «Хочу попадаться под горячую руку бабушки. Кроме того, мне нужно вместе с моей подругой Анькой сделать стенгазету». «Анька, все ее знают». «Школы». «Я пока ничего и не рассказывала о беременности, но сегодня и решила поделиться этим». «Ты чё с такой грустно именно сидишь?» «Ничего». «Договори». «Я беременна». «Жесть, я в шоке». «Вот такие вот у нас диалоги, ребята. Ставь лайк, если тебе все нравится». «Я же тебя предупреждала». «Предохраняйся». «Я хотела ее убить, придушить, потому что это...» «Я тебя предупреждала! Я использую предупреждать, предохраняйся, блядь!» «Столько тупой поступок. Человеку сначала нужно получить образование, начать получать заработок какой-то, а потом уже думать о детях». «Почему сразу думать, что если все, ребенок, у тебя никакой жизни не будет? Он вырастет, пойдет в садик, скоп...» «Поверь мне, у тебя очень слабые перспективы вообще в целом». «Вот и так же спокойно...» «Я почему-то ее вижу продавцом в магазине. Ну, и не в обиду продавцам в магазине, но мне кажется, вот это ее потолок». «Будешь учиться, работать». «Сережа бросил, наверное?» «Нет». «Ну, то хочет ребенка». «Он больной на голову!» «Это написано...» «Нет, это я слишком как-то завысил планку, извините». «У него на лице». «Сережа очень мерзкий, эгоистичный, рассказывает вечно, какой он крутой, а по сути, в жизни он ничего не добился». «Ну, он же...» «Я не знаю, как ты вообще могла с ним связаться». «Анина, мнение как бы, ну, мне все равно, то, что ей не нравится, то, что я встречаю с Сережей, то, что беременна». «Бля, это реально, типа, полное испытание для меня. Я правда, вот, ребята, я слушаю, что она говорит, и, ну, информация вообще не обрабатывается, знаете, будто бы я вот старый сервер, да, какой-то, старый компьютер с перфокартами, а в меня пытаются засунуть дискету три с половиной миллиметра. Это пиздец, дюйма точнее». «Костя ему не нравится». «Когда я вернулась домой, тети Наташи и Сережиной бабушки уже не было». «В этом котик такой был». «Я же не знаю, о чем они говорили и к чему пришли, но бабушка смотрела на меня очень странным взглядом. Она позвала меня на серьезный разговор». «Думала я, думала, и вот скажу тебе свое мнение. Ну, надумала ты рожать, переезжать. Ну, пусть так и будет. Но как ты только уйдешь, да, отсюда, моя помощь к тебе обрывается и обратной дороге переступить этот порог. У тебя не будет возможности больше. Потому что я не одобряю твой поступок, не одобряю твой выбор, что ты выбрала Сережу. Ты это хорошо знаешь, но ты решила действовать по-своему. Ну, решила, решила. Конечно, у всех судьба в своих руках. Ну, вообще, вот ее поведение такое отрешение от нас. Мне кажется, бабушка немножко лукавит, она все равно будет помогать. Хотя бог его знает, как говорится, а возможно, она реально не шутит. Как будто вот она живет как бы в чужом доме. И все ей чужды, все против нее. Это очень угнетает. Вот это отношение очень угнетает. Я в шоке, что бабушка меня отпускает жить к Сереже. Это сам... Я вообще даже не слушала, что бабушка говорила, типа, не будет помогать, да вообще без разницы. Ребенок будет есть просто траву в поле, мы будем выпускать, а он сам себя кормить будет. Радостная новость, которую я могла услышать. Неужели моя жизнь с ней закончилась? Я сразу сообщила Сереже, что я могу переехать к нему, и он сказал, что тянуть не стоит, и уже завтра мы перевезем к нему мои вещи. Заказали, кстати, грузовик специально для этих вещей, было сложно перевезти. Сегодня я пошла в женскую консультацию и встала на учет. Врачи говорят, что ребенок развивается согласно сроку, никаких отклонений нет. Но вот у меня с самочувствием уже появились проблемы. Я чувствую усталость какую-то, токсикоз мочит, вроде хочется, что-то такое покушать, а когда ты начинаешь делать что-то, уже не хочется, то есть запаха просто тебя начинает тошнить. Но врач сказала, что это нормально, и так бывает у всех беременных. После больницы я решила не идти в школу. Я сильно устала и хочу просто поваляться, ничего не делать дома. А Сережа договорился встретиться со своим другом и переговорить с ним по поводу работы. Дом у меня, кстати, теперь новый. Это дом Сережи и его бабушки. И, честно говоря, мне тут очень некомфортно. А где тебе комфортно, дорогая? То есть у своей бабушки некомфортно, у чужой бабушки тоже некомфортно. На хуй Сереже комфортно, бля. Вот там он, бля. Ведь бабушка Сережа постоянно ко мне лезет с вопросами и замечаниями. Наташа, а ты почему не в школе? Ну, какая разница, почему я не в школе? Как это, какая разница? Ты должна учиться. Я была в больнице, мне надо было в больницу. Ну, побыла в больнице, а потом пошла в школу. Ну, это не так быстро, как вы думаете, то, что вот, посидел пять минут в больнице и все, обратно в школу. Это школу! В больнице уставшая я не могу сразу и туда, и туда ходить. Пришла в чужую семью, могла бы как-то быть разговорчивее. На моем уме разговорчивее, нет? Делать что-то, она же так ничего не делает. Поела, пошла в комнату и лежит там. И даже, я говорю, вредно ведь лежать. Но надо как-то двигаться, она не двигается путем. Конечно, я думала, то, что если я перейду к Сереже, то аннотации не будет. Но получается то же самое. Практически ничего не поменялось. В общем, как развели беспорядок, бери и убирайся. В комнате? Хорошо, я приберусь, здесь я приберусь. В зале мы с ним не сидим, так что в зале прибирайтесь сами. Я, конечно, не довольна такой девушкой. Мне очень обидно, что мне приходится все самой делать. Мне 74 года, я думала, от них какая-то будет помощь. Помыли, посуду, где-то убрались. Этого нет. Это не моя квартира, это не мой дом. Надо объяснять, да, очевидные вещи тебе. Я думаю, вы понимаете, о чем я думаю. комфорт там и прибираться там не должна. Ты, блядь, там живешь. Я уже понимаю, что Сережина бабушка нам нормально. Убирать надо там, где ты живешь. Вот я здесь живу, в отеле, в номере, с утра я буду уезжать, все здесь отполирую, языком пройдусь, каждый миллиметр, даже по Илье пройдусь, я уже прошелся, ладно. Жить не даст. Будет постоянно лезть со своими советами и нравоучениями. Я решила поговорить с Сережей о том, чтобы снимать квартиру и жить отдельно. Жду, когда он приедет домой. Серега, как у тебя там с Наташей? Да нормально все. Она, короче, беременна. Блин, Серега, я тебе скажу, ты, конечно... Это город, в котором нет русского языка. Серега, я здесь развижу, да что ты? Эзи... Дурочек. Я выпал прям конкретно. Конечно, это для меня... странно. Вообще, я не одобряю. Это очень рано, как бы, это сами дети, я не считаю, по факту. Для меня дети, вот, в 25. Поможешь на тебе работу? Ну, на... Ребят, скажу честно, когда мне будет 25, я тоже детей заведу. Водку, ты что там, автомойщиком можно, продуктовую, официантом. Ты что-то не хочешь? Там копейки, за гроши. Работать там по 15, по 6. Пиши в комментариях, если хочешь, ко мне на содержание. 12 часов в магазине, стою на ногах весь день, и кушать в день 2-3 раза, это очень мало. Вот 19 лет. 90-60-90. Вот метр, ладно. Особенно для молодого организма, и работать за копеечку я не собираюсь. Когда Сережа вернулся домой, он сразу сказал, что у Ромы нормальных вариантов работы сейчас нет. Я решила не затягивать и сразу ему сказать, что не хочу жить тут с его бабушкой. Смотрю, какая квартира. Ну и что? Это интеграция Циана? Да, с ними. Мы эту квартиру не потянем. Ты видела, сколько она стоит? Вау, у него есть мозг все-таки какой-то. Ты же не работаешь. Ну, я тоже так не могу. А, ты же так не могу. Если бы он хотел работать, он бы, не знаю, любую работу бы нашел, на любую работу бы пошел, чтобы только работать, где только есть возможность. Я сам решу, когда мне устроиться на работу. Когда? Бля, не просто два, бля. Симбецилов каких-то. Я сам прощу, как я устроюсь на работу. Я не знаю, как я устроюсь на работу. Устроиться на работу. Ты плохо живешь? Я живу нормально, но хочу, чтобы мы жили с тобой отдельно. Наташа такая умная, она сама никогда не работала, не знаю, что такое работа, как ее не просто найти. Это надо много ходить, искать, это надо узнавать. Если она такая умная, пусть она сама идет работать. Я решила сейчас не закатывать Сереже скандал, ведь я всего пару недель назад переехала к нему от бабушки. Ведь я беременна. Найти работу за такой срок действительно непросто, но я периодически буду напоминать Сереже, что хочу жить отдельно. Утром мы проснулись, и Сережина бабушка поздоровала. Немного улыбнулись. Вот так. Вала его в свою комнату. Хотела поговорить с тобой. Ты видишь, как Наташа, она со мной, не разговаривает путем. Ну, такой она человек. Ну, неразговорчиво это называется. Ты скажи, чтобы она ко мне относилась более уважительно. Я тут никто, как будто ей. Мне начинает это раздражаться. Наташа просто врывается, знаете, в комнату такая, пау, лоу-кик ей. Джеб. И отношение становится к этому человеку хуже. А вы знаете, вот когда Наташа что-то говорит, у меня просто, ну, типа, фоновый шум. Он такой... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Немножко помогает. Я ей плохого ничего не делала и не делаю. Ну, не хочет тут жить. Ради Бога, пусть идет. Ну, я понял. Я же... Я по этому поводу думаю, что Наташа ничего не... Просто, знаете, типа с ним бабушка поговорила с Серегой. И он такой, Наташа, ты знаешь, пошел ты нахуй, короче. Мне бабушка сказала, что ты мне не подходишь, пока. Делает дома вообще ленивая, когда она жила с бабушкой. Она понимала, что если что-то она не сделает, то ей бабушке будет *** дома. Когда она стала со мной жить, она понимает, что нет этой бабушки ее. И что ей никто не даст ***. И из-за этого она спокойно живет. Кстати, если вы не знали, ребят, то в узких кругах меня называют хромванадиум. Ничего не делает. Я, конечно, офигела очень сильно, когда услышала разговор. Она говорила, что какая я плохая, ленивая, вся такая офиговая. И он ее в этом просто берет и поддерживает. То есть он видит у меня плохого человека. Блин, знаете, вот я же купил ключ, это для образа, да, типа я сантехник. Вы можете себе представить, это новенький ключ, который я ставлю здесь. И его, скорее всего, выкинут просто. Блин, так жалко, что вот такая вот у него судьба. Его выплавили, знаете, сделали. А в итоге он окажется на помойке просто. Ну, я же не буду его с собой брать, понятное дело. Такая вот грустная история. И мне кажется, это можно все как бы привести в пример и с людьми, и с человеческими жизнями, и с отношениями. Ты вроде вот отдаешься своему делу. Тебя воспитывали, скажем так, сделали. Ты целостный механизм, существующий в этой вселенной. А в итоге тебя просто использовали. Давайте все посочувствуем хрому в анадиуму. Так. Али, мне ничего сказать не хочешь? Нет. В смысле нет? А что я тебе скажу? Ну, я так-то чувствую, что мы с бабушкой разговаривали. Ну и что, а твое какое дело? Большое мое дело. Ты говорил про меня. Ты кроме своего телефона ничего не умеешь делать. Только лежать и хрень страдать. Ты даже нормально приготовить еда не можешь. Ты должна готовить, прибирать. Конечно, для меня это очень обидно было. И знаете, хорошо, что он хотя бы не сказал, типа, да ты даже разговаривать нормально не умеешь. Какой у них срач в квартире, это не мои проблемы. Они сами не прибираются и хотят эти обязанности просто перекинуть на меня. Но у них это просто не получится ни в каком случае. Мы с Сережей долго выясняли отношения. Я ему сказала, что раз он такой умный, то пусть в своей квартире все делает сам. А если хочет, чтобы я была нормальной хозяйкой, пусть снимет жилье, которое будет только нашим. Меня всегда интересовала эта история, типа, откуда у них такие со старта запросы вообще в целом. То есть она очевидно понимала, что перед ней присутствует молодой человек 18 лет, который, ну, явно, скажем так, за развитием пытается успеть. То есть развитие уезжает, да, это как какой-нибудь 36-й автобус в каменную горку, да, допустим. И вот она, ну, бежит, вот просто бежит, пытается, но не получается. Вот, точнее, этот парень пытается успеть, но не получается. Вот, и она как бы это видит, и тем не менее она все равно вступает с ним в отношения. И потом она беременеет, она забеременела, я уже трансформируюсь в ее на ионы, вот. И затем у нее в голове появляется вопрос. А тебе 18, правильно? Ты немного недоразвитый, соответственно. Я бы хотел себе пентхаус какой-нибудь восьмиэтажный, если можно. И тогда я буду хорошей хозяйкой. Как это работает? Я просто, то есть, очевидно, да, парня этого защищать тоже не стоит. Абсолютно не стоит. То есть это просто, ну, типа, вот он, ну, он вот такой, да. Мы не будем никого, как бы, оскорблять и все остальное. Ну, просто ты же видела. Ты же, блядь, видела. Вечером к нам пришла тетя Наташа. И бабушка Сережа умудрилась нажаловаться ей, что я такая ленивая, и отказываюсь ей помогать. Я что-то не поняла. Вы что, офигели оба? Вы почему так себя ведете? Вы посадите на этого чего? Бабушка, почему должна и варить, и убирать? А вы сидите там и ничего не делаете. Сколько можно-то? Мне это, конечно, не понравилось. Это, я считаю, это тоже воспитание. Но это, к сожалению, это не мое воспитание. Я все понимаю, ты беременная, но ты должна помогать. Мы с тобой изначально договаривались, когда ты сюда пришла. Я тебе сказала, помогаешь бабушке, чем только можешь. Я на нее была очень злая. Я говорю, может тебе вернуться к бабушке? Ребенка смогли сделать? Давайте уж будь добрый и дома все делайте. Я очень хотел бы посмотреть на мужика, от которого появился Серега. Правда. Потому что мама выглядит суперадекватной женщиной, образованной. Какой-то даже целеустремленной. Я бы даже сказал такое слово. Вот. А сын это просто бот, блядь. Это крипочек. Знаете, вот в доте крипочки есть, блядь. Это фармишек. Вот он самый слабый крипочек. Это мечник, блядь. Он бежит такой, какой-то хуйня, блядь, крип. Все, нету. Иду на уступки. Время от времени буду помогать бабушке Сереже, чтобы меня не доставали каждый день. Но убирать все и постоянно я точно не собираюсь. И я жду от Сережи действий, что он заработает денег на аренду отдельной квартиры. Сереге в первую очередь нужно заработать деньги на лечение. В школе о моей беременности уже все знают. И никто мне ничего плохого не говорит. Все просто молчат. А классный руководитель вызвала меня на разговор. И мы обсудили, что через полтора месяца я уйду на дистанционное обучение. Но на уроки я уже хожу очень редко, так как плохо себя чувствую. Тяжело на уроках. Просто, ну, токсикоз. Ты все время спать хочешь, не высыпаешься. Какие-то домашки делать. Ну, у тебя просто времени нет. Просто тебе настолько плохо, настолько спать хочется. Вообще ничего. Стаканы плохо помыты, короче. Будто пыль на них какая-то. Упущение. Делать не хочется. Просто лежать и днями накрывать. Сегодня я решила сходить к бабушке, чтобы забрать вещи, которые у нее еще остались. С тех пор, как я переехала, мы с ней даже не созванивались. Так, обменялись несколькими сообщениями. Не знаю почему, но я решила поделиться с бабушкой тем, что Сережа не ищет работу. Я же тебе говорила, предупреждала. Ты что? И что теперь делать? Ну, я буду все равно как-то заставлять его работать. О чем вообще говорить, скажи мне? Потому что нормальной работы нет, зарплаты нормальной здесь нет. А какую ему нормальную надо без образования? Это человек, изгой общества. Ну, вот такой человек. Что еще сказать? Ничего. Просто, если что, вообще ничего не говорить. Из полезного, да, с ним разговаривать. Ну, ты хорошо без меня это знаешь. Может, действительно, ты вернешься домой, пока ничего нет, пока то еще. Мы все забудем, начнем жизнь. А бабушка-то уже в воздухе устроила переобовочную. Ну, надеюсь, что он все-таки может остаться. А ну, ты все-таки как-то стоишь на своем, да, с ним жить хочешь? Ну, как-то надеюсь, что он хочется на лучшее, а не на лучшее. Я хочу, чтобы она жила со мной. Я хочу, чтобы ей было хорошо. Как дома, комфортно. Как раньше к родителям. Побегаешь в улицу, прибежишь домой. В тепло. Тебя мама накормит, обнимет. Я хочу, чтобы у нас так же было. Ты мне долго времени не звонишь. Нет, я тебе все, я тебе буду, тебе рукав даю тебе звонить. Ну, смотри. Давай. Ты знаешь, что мы тебе все, ну, люди. У меня есть надежда, что Сережа найдет работу. У меня есть надежда, что к концу выпуска не разговаривать научится, но это лишь надежда, понимаете. И что это произойдет очень скоро. Я не готова переезжать к бабушке обратно, так как понимаю, что она будет доставать меня и снова заставлять постоянно делать. Так, а с той стороны еще одна бабушка, что же ты будешь делать в этом случае? Уроки. Хотя бабушка Сережа меня тоже достает. И после разговора Сережина и мамы я вынуждена два раза в неделю мыть полы. Вот это испытание. Боже мой, как же это невыносимо. Но спокойно поубираться, конечно, у меня не вышло. Как ты моешь полы? Это моя любимая. Знаете, я бы это, наверное, раньше триггернуло, потому что мне мама говорила что-то подобное, что я что-то неправильно делаю. Я сейчас вообще просто с таким кайфом, с такой ржакой смотрю на все это. Как будто не умею мыть полы. Да, ты неправильно моешь. Она такая, ты умею мыть полы, блядь, тряпкой по лицу. Сядь хорошенько двумя руками. Я нормально мою. И Сережа даже так не моет. Я нормально мою. Нет, неправильно. Меня как научили... Кстати, претензии бабушки максимально высосаны из пальца. Типа пол моют двумя руками. Я одной справляюсь. Нет, ты неправильно моешь, блядь. Правильно, так я и мою. Тебя неправильно научили, так никто не моет. Меня правильно научили. Дай я тебе спокойно полу помою. Ну давай я тебе покажу. Не надо мне ничего показывать. Дай я тебе просто спокойно нормально помою полу. Бабушка просто, знаете, этот брейкдад с нижней ху... Вот с тряпками по полу вот так вот. Вот так вот правильно. Она невежливая. Она просто бессовестная. Я зря никогда не скажу на чём. Бабка абсолютно не бесполезно наехала на эту девочку. Лучше бы ты вообще не мыла. Лучше бы ты вообще не родилась, сука. Смотрите, у меня носки есть. Видели когда-нибудь такие? Да, такие вот. Это Nike фирма новая, вышла на рынок недавно. Сама бы помыла. Да, кто говорит, не помогает, то когда мою полу, вот что-то не так. Ну я тебе просто показать хотела, как пол мысь. Не надо мне показывать, я мою нормально поло. Да, злоба у тебя выше крыши. Не, ну бабушка, если честно, просто блядь, что ты с воздуха доколупалась до неё. Настоящая ***, я её ещё жалею, когда иногда плохо ей это самое. А ты неправильно моешь в ***, хочешь я тебе покажу? Нужно поступательными движениями по часовой стрелке мыть левой пяткой в ***. Я только так делаю. Жалость эта, мне боком выходит. Ну правда, ну очень надоедает. Она навязывается прям очень сильно. Пытается свою помощь показать, и это очень раздражает. Я не помогаю твоей бабушке, это ей не нравится. Когда я помогаю мою полу, опять что-то не так. Ей не нравится то, что я на корточках и как я мою тряпкой полы. Я считаю, что бабушка права, то что она учит Наташу делать элементарные вещи по дому. Нравится восьмилетний ребёнок первоклашка. Я уже это не могу терпеть. Куда мы уже съедем отсюда, я уже не хочу жить с бабушкой. Да, Наташа, у нас денег. Никогда не съедем. Мы будем всю жизнь жить у бабушки, поняла меня. Я буду. Просто найди работу, буду получать пенсию. Но он не может найти какую работу. Вот какая работа. Что он? Он полы может. Ну, борщится и только если. Буду нормально жить. Я этого терпеть не буду. Я тоже не буду этого терпеть, реально. Давай ищи работу. Шахарактер полностью ***, потому что ей, когда говоришь одно, она тебе начинает говорить другое. То есть получается между нами получается такая стычка. Я не знаю, как мне достучаться до Сережи. Он будто не слышит меня. А ведь я хочу элементарно, чтобы мы жили отдельно, и никто не навязывал нам свои порядки. Я устала от ссор и вечером пошла к своей подруге Аньке. Захотелось поговорить с кем-то, кто меня поймет. Улыбнись нормально. Ну, вообще-то как-то, знаешь. Я вообще ни одного слова не понимаю. Настроение фоткаться. Почему? Сразу ругаемся. Че ругаетесь? Сколько я с ним уже живу, и его на башку просто сама. Ой-ой-ой, бля. Мы только не успеем открыть глаза, она начинает сразу на мозги капать. Наши отношения были бы лучше, а если бы мы жили отдельно. Я не жалею ее. Бля, моя жизнь была бы лучше, если бы не видела этого выпуска. Вот клянусь просто. Потому что она сама выбрала для себя такую жизнь. Ее никто не заставлял беременеть, встречаться с ним, и вообще выбирать такую жизнь. Я тебе сейчас скажу, ты только не обижайся. Мне жалко в будущем только ребенка вашего. Я, конечно, все понимаю, что Наташа моя подруга, так нельзя говорить, но она просто тупая. ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ мне так представляла нашу Серёжу семейную жизнь. Я даже задумалась, а нужна ли мне эта беременность. Но уже ничего не поделать. На борт идти поздно, да и я бы не смогла убить своего ребёнка. Серёга отверткой, пааа. Остается только надеяться, что Серёжа когда-нибудь найдёт работу. Мы переедем, и у нас всё будет хорошо. Моя мама мне всегда говорила, надежда умирает последней. У меня 20-я неделя беременности, и я наконец-то стала чувствовать себя хорошо. Токсикоз прошёл, и я могу нормально есть. Сегодня очень важный день для меня. Ведь я иду уже на второй скрининг, где должны сказать полребёнка. Серёжа пошёл со мной, говорит, что тоже хочет увидеть будущего малыша. Он надеется, что у нас будет мальчик, так как мечтает воспитать настоящего мужчину. А вот я хочу, чтобы была девочка. Я молюсь, чтобы просто была девочка. Бля, надеюсь, что будет аборт. И пачки надо покупать, заботиться, косички заплетать, туфельки, всё такое. Смотрите. Я даже предположить... Вот реально, это первая серия, где я даже, блядь, предположить не могу, кто будет. Но с учётом того, что девушек в мире в целом больше, давайте отдадим предпочтение девочке. Сердечко стучит. Ну и давайте вместе посмотрим, кто тут. Смотрите, ручку вытянул вдоль туловища. Видно хорошо? Я сказала, вытянул, значит, наверное, это мальчик. Да. Плечо, предплечье, кисть. Бицепс. Немножко прядь. Вот становую тягу делает, супер, ага. Ну, чётко видно, кто у вас. У вас мальчик, без сомнения. Ну, гадалка бы угадала в прошлом выпуске. К сожалению, я всего лишь сантехник. Я когда узнал, что будет мальчик, я был гад, потому что его... Я был гад! Вы... что? Я когда узнал, что будет мальчик, я был гад, потому... Потому что его можно будет отдать в спорт, будет заниматься, сможет так же, когда уже буду в возрасте, он сможет за меня заступиться, так же и за... Кстати, рекомендую рожать детей для того, чтобы они за вас заступались. Я представляю, знаете, в его голове, ну, типа, он, наверное, предполагает, что ребёнок рождается сразу, ну, уровня, там, не знаю, Хабиба Нурмагаведова. Типа, чувак просто проходку, блядь, из води, делает, ну, нахуй. Или как Конор Макгрегор просто вот так вот выходит, такой сразу начинает его... я не знаю. Он сможет постоять. Ну, конечно, хотелось больше девочек, чем мальчик. Ну, и мальчик очень рада. Самое главное то, что вообще этот ребёнок есть, и то, что он вот-вот смог скоро родиться. Ну, в общем, всё хорошо, у вас здоровый мальчик. Самое главное в вашем случае... И это удивительно. Сейчас питаться... Я смотрю на вас, скажу честно, такого быть не должно. Исключите из своего рациона всё сладкое и мучное. Соблюдать диету. Наташ, я тебе говорю, не пей больше газировку. Я не хочу, чтобы наш ребёнок родился больным. Я буду внимательно следить за Наташей, чтобы она нормально пить. Мама с нуля до шести лет кормила только спрайтом. Результаты вы видите на экране. Я желаю, чтобы ребёнок родился нормальным. Я даже не представляю, как я смогу соблюдать диету. Ведь чипсы и газировка – это для меня всё. Буду пытаться есть меньше вредного, чтобы мой сын был здоров. Серёжа позвонил своей маме и сразу сказал, что у неё будет внук. Она очень обрадовалась. Я своей бабушке тоже позвонила сразу и сообщила, но она сказала, что ей всё равно. Я, конечно, расстроилась, но Серёжа поднял мне настроение. Он сказал, что хочет официально зарегистрировать наши отношения, чтобы я была его женой. Поэтому мы поставили статус ВКонтакте. Теперь точно всё официально. Всё должно быть по правилам. Если ребёнок родится, то мы должны быть в официальных быть отношениях. Вообще я же… Официальных быть отношениях – так это и называется по протоколу. А вот то, что Серёжа как бы встанет на колено, подарит цветы, колечко хоть недорога. Он просто сказал, давай пойдём распишемся. Я всё равно согласилась, так как думаю, что если я буду женой Серёжи, он начнёт понимать всю ответственность и, может быть, после этого осознает, что мы должны жить отдельно, нашей семьёй. После больницы я захотела пойти к своей маме, чтобы ей рассказать о том, что у неё будет… Я после ролика захотел пойти выпилиться. Ставь лайк, если тоже. С бабушкой поговорить по душам я не могу. С сестрой вообще не общаюсь. С Серёжей так же говорить сложно. Он не слышит меня и делает только то, что хорошо для него. Поддерживает свою бабушку в наших с ней конфликтах. Работу не ищет. Я всё ещё надеюсь на лучшее. Не, ну, конечно, эти парни меня всё-таки тоже немного удивляют, потому что, очевидно, они все совершеннолетние во всех выпусках были, да, по-моему, и… Не помню, что я смотрел, да неважно. Короче, я просто помню, что они как-то работу не очень-очень нехотя искали. Почему? Вопрос. Ну, по поводу Серёжи я даже не сомневаюсь, потому что он, б***ь, даже на, б***ь, знаю, копейку, б***ь, всё в кармане найти не сможет. Поэтому, как бы, чё с него требовать-то? Когда это лучшее настанет, даже не знаю. Вечером я осталась дома одна. Ну, как одна. Вместе с Ириной Генриховной. А вот Серёжа пошёл со своей мамой в строительный магазин, чтобы помочь выбрать ей новый смеситель на кухне. И ещё его мама сказала, что у неё есть важная новость. Мне уже самой интересно, что же это за новость такая? Я тебе нашла там одну работу. Может, попробуешь пойти на неё? Не-не-не, мам, ты чё, извини. Что за работа моя? Там, получается, кафе разнорабочим. 15 тысяч обещают. Мама, это вообще... Не, ну это солидно. Я всё понимаю, но куда деваться? Без аттестата он даже не может встать в центр занятости. Хотя бы там на какое-то время, может, ему бы там... Так ты не думала, как-то повлиять на него, может быть, а не поддерживать его в максимально самодурных решениях уровня «я уйду из восьмого класса» и ты такая «а, ок, норм, прикольный сын». Подыскали, но его даже туда не имеют права поставить. Начнёшь с этой работы, потом, может, пойдёшь на... Директором завода устроишься, может быть, кто его знает. Там, кстати говоря, карьерная лестница достаточно простая. Просто через постель, всё норм. Будет лучше. Ну, надо подумать. Ну, тут уже... Думать не надо, я уже устала, Серёж. Я понимаю. Давай завтра это... Я не уставал никогда думать, потому что ноль раз начинал это делать. Там сходишь туда, всё узнаешь и начинай работать. 15 тысяч уже хоть на что-то будет хватать, и сможем спокойно прожить хотя бы первое время на эти 15 тысяч. Первые два дня норм. Серёжа пришёл и рассказал, что его мама нашла ему работу. Конечно, я понимаю, что 15 тысяч... Блядь, что это за комната, блядь, как в дурдоме? Просто ничего нету, блядь, в помещении. 10 рублей в месяц – это вообще не деньги. А когда появится ребёнок... Так ещё плюс твоя десятка, в смысле? ...на них не сможем нормально существовать. Даже с моей пенсией в 10 тысяч рублей. Нам этого не хватит, чтобы прокормить себя и сына. Коля ей 16, она уже на пенсии, ставь лайк, если так же хотел бы это сделать. Я рада, что Серёжа выйдет на работу и будет хоть что-то зарабатывать, а не просто сидеть и ничего не делать. А вообще, у меня настроение очень хорошее, ведь я придумала, как сделать для себя жизнь в квартире Серёжи и его бабушки. Я зашла в Даркнет. Активный и яркий. Смотри, показать я просто хочу. Вау, ну котёнок прикольно. Давай возьмём его себе. Нет, Наташ, ты чё, совсем? Ну почему совсем сразу? Моей бабушке аллергия, она не приносит животных. Ну он же здесь у нас в комнате будет. Чё страшно, бабушка пораньше умрёт, у нас квартира останется. Боже, Серёжа, подумай головой, езжай о нас всё время. Она не разрешит нам, нельзя нам котёнка. Ну пожалуйста. Смотри, а видишь фотографию вот это? Это кирпич. Это ещё проще с бабушкой расквитаться можно. Нет, бабушки не приносят котов. Пожалуйста, он будет только здесь в комнате. Уговаривать Серёжа долго не пришлось. Он согласился. Такая вот, бог с ним. Закажем бабушке красивый гроб с бахромой. Я смогла его убедить. Я понимаю, что у Серёжной бабушки аллергия на котов. Но я думаю, что она переживёт это. Ведь я беременна. Ведь я беременна. А бабушке-то зачем столько жить? Человек скоро родится. Помещение освободить нужно. Поэтому, надеемся, кот решит все проблемы. И мне нужны положительные эмоции. Уже на следующий день... Просто взрослого кота. Мы с Серёжей забрали котёнка. Моя беременность развивается хорошо. И даже уже появился живот. Причём он вырос и стал большим всего за месяц. Чувствую я себя отлично. Выполняю рекомендации врачей. Я, кстати, тоже. Я тоже вырос за последний месяц. Чувствую себя прекрасно. Всем рекомендую. Ничего вредного. Мы с Серёжей уже подали заявление в ЗАГС. Но там большие очереди и распишут нас только через месяц. Кстати, Серёжа уже три недели работает. Уходит рано из дома и приходит очень поздно. Но его бабушка умудряется ему вынести весь мозг, пока он дома. И всё из-за нашего котёнка Микки. Серёжа, убирай кота скорее. Серёжа. Убирай, я больше не могу с этим котом. Меня всё передёргивает, когда я вижу кота, я не могу. Мне кажется, бабки надо тоже как-то успокоительное попить. Мне нравится, когда люди говорят, я брезгую котов, там, такое всё. А я брезгую бабками. Когда смотрю, такой, фу, уберите от меня эту бабку, блядь. Вот эту вот. Уйди, бабка, фу. Где я на них? Я и есть, пить, у меня кашель побивается. Давай кота уберём. Бля, какая хуйня. Это Наташа, она заставляет. Ну и что? Вот если кота уберём, и она уйдёт. Ну, пожалуйста, пусть уходит. Она пришла в жую семью. Если она тебя любит, она сделает, по-твоему. Она просто упёртая вот такая. Если честно, мне кажется, бабка немного, ну, как бы, драматизирует очень сильно. Она будто ревнует Серёгу к этой девчонке. То есть она какие-то советы раздаёт, уровни, блядь. Тряпку надо держать двумя руками, а не одной рукой, там, я не знаю, зубы чистить надо, блядь, шестью руками, а не одной ногой, блядь. Ну, короче, советы уровня бесполезность максимальная. Сейчас к этому коту прикопалась, я не знаю, ну, типа, если у неё реально аллергия, то это просто был максимально бездумный поступок брать кота. А если она просто, ну, типа, хочет от него избавиться, потому что это их кот, её внука и его невестки. Невестки, а, господи, невесты просто. Вот, тогда это вообще максимально тупая история. Это с её стороны очень плохо. Она не уважает никого, кроме себя. Видишь, укусил, даже через скалку. Я вижу бабушку. Да, успокойся, не будет. Когда я его била ногой. Мне кажется, Наташа с этим котёнком только издевается надо мной, видит, что я нервничаю. Может, кот так укусить, реально? Поэтому она так... Просто у меня миссис Пимпл, она когда играется, то есть она, очевидно, понимает и чувствует, с какой силой нужно кусать. То есть она никогда не делает мне больно. Например, она просто такая, а, взяла и всё. Не, ну, я не спорю, может быть, есть какие-то сумасшедшие коты, которые вообще просто дерут, что хотят. Вступает. Ты кота выпустила. И что, то, что выпустила? Он нам не нужен? Нужен он нам. Не нужен он нам и всё. Нужен. Убирай его, я тебе сказала. Я не буду его убирать. Он выбежал, бабушку поцарапал на крови. Ну, я, конечно, человек, у меня такая реакция. Ой, ой, уберите его, ой, уберите его быстрее отсюда. То есть я не понимаю, но реакция. Как будто это тигр какой-то. Пусть живёт лучше в саду, либо отдавай его. Не, я всегда буду на стороне кота, мне вообще пуй, реально. Не. Убирай бабушку из квартиры, отправляй его в приют жить. Он с нами не ж... Быстро. Он будет с нами здесь жить. Бабушка против, мы живём все вместе. Я за кота. Нужно быть дружная одна семья. Так просто не... Без бабушки. Надо на его наезжать. Это просто котёнок. Я тебе сказал, убирай этого кота. Я сказал. Так а зачем ты соглашался, блядь, его заводить? Вася, блядь, я не убиваю. Нет. Он нам не нужен. А мне нужен. Мы его отдадим сегодня за... Ну-ка, смотри, какой ты миленький, боже. Привет. Я сказала, нет. Больше тут не будет. Нет. Кот, это приехать Наташи. И я сам не хочу кота. Скоро будет ребёнок, и нам до этого никак не будет. Я буду на работе, и надо будет успеть ребёнка накормить. Почему-то раньше я не мог этого сказать. То есть она нашла кота и такая, смотри, нам надо кота. И он такой, ладно, нам надо кота. А потом такой, бля, ладно, нам не надо кота. Вы не могли подумать, что у вас будет ребёнок, блядь. Или у бабушки там аллергия, но он врёт через день, блядь. Я не понимаю, просто два дебила, блядь, каких-то. Ложить спать, ребёнка одежду постирать, мне приготовить, покушать, потому что с работы я буду проходить уставшую поздно вечером. Я не понимаю, как маленький котёнок может вызвать такие большие ссоры. Его бабушка меня просто достала. Серёжа ушёл на работу. Он сказал, что вопрос с котом мы не закрыли. Но я обсуждать эту тему больше не собираюсь. Ой, Наташа, я уже не могу с ними жить. Ты видишь, что творится? У меня и голова болит, и давление, всё у меня. Коньячку и бабушка, всё норм будет. Она говорит, я для неё никто. Кто вы мне? Никто, говорит. Так что она меня вообще не слушает. Ты должна ей показать, что ты хозяйка этого дома, а никак не она. Это она тут никто. Ты ей прямо так и скажи. Скажи, если я захочу, то ты отсюда вылетишь. Просто вылетишь. Я бы никогда не пожелала такое врагу. Если бы вернуть всё назад, я бы попыталась Наташу отговорить. От беременности. Не сделайте аборт. Я бы попыталась... Во время секса моего сына и его пассии зашла бы и просто взяла бы его писюнчик в руку и прямо вот достала из, скажем так, мать отверстия. Я бы отговорил их. Я бы, скажем так, даже, может быть, и закончил этот половой акт. Реально. Пусть лучше уже он со мной это закончит, чем это... Вот такие мысли у меня, ребята. В 2 часа ночи. Отговорить, чтобы они встречались. Это уже надоело. Я с ней тоже ведь разговариваю. И всё без толку. Без толку, всё, да. Она ничего не понимает. Вроде при мне так она... Всё хорошо, всё хорошо каждый раз. А на самом деле... Тетя Наташа после разговора с Ириной Генриховной позвонила Серёже и нажаловалась ему, какая я плохая и как я их не уважаю. Придя с работы домой, Серёжа закатил мне скандал, что я в этом доме никто и должна слушаться бабушку. Меня все ненавидят в этом доме. И даже от мужа я не вижу поддержки. Мне стало очень обидно. Ты чё издеваешь это надо мной, бля? Чё ты меня толкаешь? Просто всё накипело. Блядеть, это просто огромная съёмочная группа там стоит и думает, о, наконец-то, блядь, началось. Это то, что его на бабушку всё время пили. Ну вообще, что сейчас происходит, это просто надобило. Просто окончательно. Та я подсезонно! Успокойся, у тебя ребёнок, если будет, выкидываешь. Та я просто одну, почему? Успокойюсь! Она себя повела, кричала и орала, как реально умолешённый человек. Меня, конечно, очень бесит, что Серёжа не делает то, что я его прошу. Меня это очень сильно раздражает, что я готова просто убить его и всё то, что будет вокруг меня. Ну бабку, скажи, как есть. Ну всё. Да пожалуйста! Стан, ты хочешь, чтобы я сейчас сушу, а? Ты? Я просидела в ванной около часа. Не могла успокоиться. После ухода мамы я часто чувствую, что меня никто в этом мире не любит. И жить с этой мыслью очень тяжело. Серёжа не поддерживает меня. Стал на сторону своих бабушки и мамы. А самое худшее, что мне некуда уйти от них. К своей бабушке я возвращаться не хочу. Она снова заставит меня жить по её правилам. Когда я успокоилась, мы всё же помирились с Серёжей. Он испугался моей истерики и обещал в будущем не доводить меня до такого. А я извинилась за то, что наорала на него. Всё? Всё. Я думала, он такая, я собрала вещи, уехала в Таджикистан, там прикольно, я собирала хлопок. Я перевелась на дистанционное обучение. Теперь я должна только раз в месяц сдавать в школе контрольные работы. И мне за это будут ставить оценки. В новом учебном году, когда я уже рожу, возможно, буду посещать школу, как раньше. А вообще, мой классный руководитель сказала, что весь следующий девятый класс я могу быть на дистанционном, если принесу в школу справку о рождении ребёнка. Кстати, мой малыш... Кстати, я решила не нести эту справку. Я буду ходить с нулевогодовалым ребёнком в школу, потому что это прикольно. Развивается хорошо. Кстати, нулевогодовалый. Словарики дали, это что-то да, обозначает. Я даже уже его чувствую. Он пинается, шевелится и чувствую, как его на сердце бьётся. Его на сердце бьётся. Реально, это с кайфом говорится всё. Мне это нравится. Это приятно чувствовать. Прикольно, да, когда сердце бьётся у ребёнка? Ну, мне очень нравится, когда оно не бьётся. Ну, просто ребёнок, типа, лежит, уже два дня сердце не бьётся. Бог знает, что там случилось. Если у меня болеет спина, он может мне массаж сделать. Знаете, что самое страшное? Что я начал разбирать вот этот вот её сумасшедший бред просто к концу выпуска. Помогает. Серёжа работает по-прежнему. Выходных у него очень мало. Деньги, которые он получил в прошлом месяце, мы отложили на покупку коляски и кроватки для ребёнка. Каэски. С бабушкой Серёжи я вообще перестала общаться. А Микки стараюсь постоянно держать в нашей комнате. Даже лоток ему тут поставили, чтобы он не попадался на глаза Ирине Генриховне. Вот сейчас было наглядное пособие, как правильно приучать кота к лотку. Но сегодня у нас с Серёжей самый важный день. Мы с ним расписались, и теперь официально муж и жена. На нашу роспись в ЗАГС пришла только тётя Наташа. Бабушка сказала, что не хочет вообще видеть Серёжу и знать, что он мой муж. Мы решили не устраивать праздник. Поэтому сразу после росписи Серёжа поехал на работу. А тётя Наташа сказала, что хочет съездить к моей бабушке и поговорить. Но вот о чём и стала уточнять. Конечно, я уже устала от всего, что происходит, что они ругаются. Наташа ничего не помогать не хочет. Говорю хотя бы бабушке где-то помоги в чём-то. Ничего она не делает. Если она такая плохая, если ты заботишься о своём сыне, печёшься, скажи, убереги. Серёж, да зачем тебе такая жена плохая? Засранка. Ну выгони ты её. Так нет, они держатся ведь за неё. Это слеплено вот лично твоими руками. Это вот ты взяла и слепила. Мной было не слеплено, потому что я была очень даже против. Но вы поддержали. Вы поддержали. И настояли на том, чтобы они расписались. Как я могу слепить, если это уже слеплено? За АГС ребята сами решили. Они сами делали. Да, я встала на их сторону. Может быть, вот в этом моя вина? Ну, с души. Вот я с души просто говорю. Если они будут продолжать жить, выживут. С моей стороны, сегодняшнего дня, никаких подвижек. Не надо мне говорить, что там, это там, звонить мне не надо, что они там плохо, они там убивают друг друга. Бабка, если честно, немножко категоричная, честно говоря. Надеюсь, что со временем всё-таки ветер хороший в её голову надует и флюгер поменяется на другую сторону. С ним. Они к этому стремились, они этого хотели. Я умываю руки. У меня желание было встать и уйти. И больше с... И я встала и ушла. С этим человеком никогда не общаться. Но я так понимаю, этого всё равно не будет. То есть так как Наташа беременна, да, что всё равно будем общаться. Я тоже могу сказать человеку в лицо всё, что о нём думаю, но я знаю, когда, кому и как это сказать. Сегодня я пошла на плановый осмотр к врачу. Мне сделали УЗИ. Я рассказала своему доктору, что последние дни у меня часто стал болеть живот. Я думала, что это нормально. Но оказалось, что совсем нет. И у ребёнка сказал, не делай пресс 40 раз в день. У ребёнка есть проблемы. Я должна сообщить вам, что... Он будет разговаривать немного как заторможенный, и вы не будете понимать ни одного слова. Не набирает весе. Такое, к сожалению, бывает в течение беременности, которое осложняется текущими заболеваниями вашими, а в вашем случае там пилонефрит. Анализы не очень хорошие. Постоянно лейкоциты и бактерии в моче. Соответственно, это хроническая инфекция, которая усугубляет вашу беременность. И вот в совокупности всех вот этих факторов я, конечно, рекомендую настоятельно вам госпитализироваться в Екатеринбург для дальнейшего либо наблюдения, либо, скорее всего, врачи будут принимать решение о родоразрешении. То есть нужно рожать. Я очень испугалась и сразу позвонила Сереже. Врач сказала, что мне сегодня же нужно ехать в Екатеринбург. Сережа отпросился с работы, чтобы отвезти меня. Пока мы ехали, придумали даже имя нашему сыну. Назовил его Матвей. Кстати, все Матвея. Когда родители вам придумывали имя, именно такая музыка на фоне играла. Типа, давай Матвей. И там... Матвей, это такое имя, интересное. Именно такая музыка вам и подходит. Мне страшно. Я окажусь одна в чужом городе. И моего сына зовут Матвей. И все мои родные будут далеко от меня. И еще я не представляю, как пройдут роды и все ли будет хорошо с моим сыном. Слушайся врачей, что они будут говорить. Кушай. Нормально. И маму слушай. Если я там веди, спи нормально. Если что-то врачи скажут, то сразу мне звони. Я сказала Сереже, что пока я в больнице, он ответственный за нашего котенка. Надеюсь, что они никуда его не отдадут. Я лежу в больнице уже три недели. Врачи толком ничего не говорят. Только продолжают твердить, что сын плохо набирает в весе. Сейчас не ставят капельницы и регулярно проводят осмотр. Я чувствую, что с моим Матвеем все будет хорошо. Мне кажется, что врачи, ну не знаю, специально это говорят либо еще зачем-то. Мне кажется, если было бы настолько все плохо и критично, я бы это почувствовала. Мне уже сказали, что рожать сама я не буду. Ты выбрала вот этого чувака отцом своего ребенка в целом, ну просто вот этого чувака. Все. Ты не можешь чувствовать у тебя, ну типа, есть некоторые вопросы. Кстати, когда ты работаешь за копейки, следующий выбор работы это не работать, потому что ты работаешь за копейки. Работать вообще надо и не важно за сколько. чищу картошку за какие-то 8 тысяч, которые мне вообще не сдались, это вообще копейки. Серега, я тебе дам совет один. Можно вернуться в школу, попробовать ее закончить, блядь. И потом мне чистить картошку за 8к. Мне надо, чтобы ты устроился на работу и как можно побыстрее. Потому что ребенку нужно все и питание ему нужно, и памперсы в конце концов. Да и вообще и жену тебе надо садить. Ставь лайк, если тебе что-нибудь нужно в этой жизни. Спасибо за лайки. Жать. Я же могу тоже психануть вообще. Психануть, не потягчу. Ставь нужно, если тебе нужен лайк. Вообще от меня ты помощи никогда никакой не дождешься. А я тебе и так помощи никогда не жду. Грубый, наглый. Больше всего меня обижает, задевает его поведение. Я чувствую, что я для него половая тряпка. Да, не нужная для него вообще. Так, ладно. Ты все сказала? Мне сейчас некогда с тобой разговаривать, я уже устала. Они мне уже настолько, что они каждый день меня заставляют то и это делать, и я перед ними не учитываться, как будто перед своим начальником на работе. Ставь лайк, если мама забрала, я не могу. Блэ, ребята, я вам скажу, я больше тупого мусора. Я просто умер шесть раз внутри. Если бы не вот этот бокал с кониной, я бы, наверное, просто вышел в окно из этого отеля. Сегодня ко мне пришли врачи и сказали, что меня начинают готовить к операции. Не сделали наркоз. А я готовилась к шарлотке. Матвей, 1650 грамм, как большая шаурма. Что? Когда я устучала почву, просто хотела взять его на руки, обнять, поцелать. Но они просто его так быстро унесли, что я даже не успела его увидеть. Ребенок не проделся небольшого веса. Он пойдет в отделение реанимации. Состояние при рождении у него, соответственно, тяжелое, но это и ожидаемо. Из-за этого мы ее и рода разрешали. Ему проводится поддержка дыхательной функции. Будет находиться пока под наблюдением в реанимационном отделении. От операции я отошла уже... А сколько ему? Килограмм, да, где-то добрать надо, чтобы более-менее забрать его можно было домой. Через два часа сразу узнал у врачей, где мой сын и как он себя чувствует. А он уже, оказывается, на заработки уехал в дальнобой. Мне сказали, что с Матвеем все хорошо. Я позвонила сразу Сереже и тетя... с Матвеем все хорошо. Все норм, блядь. Он тусить пошел. Наташа и сказала, что родила. Я узнала, что ребенок родился, я был прям счастливый, я был, конечно, в шоке. Я узнал, что ребенок родился, а он счастливый, в шоке был. Блядь, слишком эмоционально его отыграл, сори. Родился маленьким. Просто эмоции, мне кажется, перепал. Ставь лайк, если ты родился большим. Где-то метр два, три просто. Ну, я очень рада, что родился малыш и что с ним все хорошо. Бабушки... Да, типа, родился малыш и врач говорит, в очень дежевом состоянии, блядь. Тоже сразу сообщила о родах. Она что, в туалете просто лежит? Я не понимаю. Реагировала очень сухо. Написала просто поздравляю. Бабка не хотела этого ребенка. Через три дня я полностью отошла от операции и чувствую себя уже хорошо. Врачи сказали, что пока мне нельзя носить тяжести и заниматься физической работой. За меня это будет делать Матвей. Матвея уже перевели из реанимационного отделения и он лежит в специальном боксе для недоношенных. За три дня он набрал уже три грамма, что очень хороший показатель. Мой сын пролежит в больнице еще две недели, а после мы сможем его забрать домой. Я решила, что не хочу все это время находиться в клинике. Эти стены давят на меня. Хочется уже домой. Поэтому я вернулась в Краснотуринск и это очень не понравилось тете Наташа. Я хотела, чтобы ты уехала в любой другой город. Она у нее была очень злая. Бросить своего родного ребенка, новорожденного, у которого есть проблемы со здоровьем. Так что она должна рядом с ним сидеть, ну я не знаю, может должна, напишите в комментариях, должна ли она сидеть рядом с недоношенным ребенком в инкубаторе. Бросить в чужом городе, неизвестно с кем. Почему ты там оставила Матвея? Просто меня к нему не ложат. А мне сказали, что ложат, и ты могла с ним остаться. Мне никто туда не ложил. Она мне на выписывала и все. Даш, ты понимаешь, он остался один в другом городе. Мне что ли ехать туда? Ну вот на самом деле. Ну если они не пускают туда ложатся. А мне звонили, ты знаешь, как на меня орали? Просто орали. Ну они меня... А кто врел? Кому верить-то, ебану? Вот, а? Даже если бы мне сказали ложатся с ним, я бы легла с ним. Я бы так не поступила. Я бы легла, если бы даже и нельзя было лечь. Плевать на него. Просто плевать. Если бы, допустим, она бы не была моей снохой, да? Я бы вообще этого ребенка просто забрала. Вот на самом деле. Потому что я вижу, что он просто никому не нужен. Я знаю, что поступила правильно. Зачем мне лежать в больнице, если я ничем не могу помочь Матвею? Меня даже к нему не пускают. Думаю, что это абсолютно нормально. И через две недели мы спокойно его заберем домой. Ну, вообще, как бы ты могла, наверное... Не, ну, если бы я разрешил лежать, то она могла бы хотя бы смотреть на него. А если ее официально не пускают даже посмотреть, тогда, конечно, бессмысленно там находиться. Пиши в комментариях, остался ли... А пока я могу побыть дома и... И помазать лицо говном. На каждый день буду звонить врачу. Ха-ха-ха. Там. Сегодня мы с тетей Наташей и Сережей поехали в Екатеринбург забирать нашего Матвея. Он уже набрал вес до почти двух килограммов и его выписывают. Как же... Нормальный респект, Матвея. Надо увидеть своего сына. Теперь он для меня главный мужчина в жизни. Я заревела, когда его увидела. Ну, я сразу... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Увидела в нем, ну, Сережа. Просто, ну, копия Ивана. То, что там только маленькие... Емуная копия! ...ки мои. Тоненькие такие. Ой, я не знаю, я сейчас расплачусь просто. Мы все самополонные забрали. Да. Он такой, ну, смотришь на него, да, он такой хрупкий весь. Я боялась его взять, думаю, вот, ну, не дай бог что-то, да, вот так вот заденешь как-то не так ему лося хотела прописать когда я в больнице взял ребенка на руки я вообще его держал вот так боялся как-то руками двину я по сравнению с ребенком бугай хорошо что ну не вот так держал знаете уже аплодисменты этому человеку которому это вообще случайно задеть что ты можешь давить матвеюшка так я ласково называю сына уже весит два с половиной килограмма справляюсь я хорошо перенять научилась быстро молока своего у меня нет он же как-то потом доберет да этот вес который отсутствует вообще по жизни мама это перед вами ощущение твой маленький сыночка лежит перед тобой и ты сама его растишь ухаживаешь воспитываешь ты уже сама полностью ответственно за своего ребенка нашего кота микки все-таки пришлось отдать в хорошие руки я понимаю что сейчас должна сконцентрироваться только на ребенок отик боже блять надеюсь его реально отдали нормальным людям лучше бы бабку отдали куда-нибудь сейчас он ничего не делает бездельничает целыми днями если бы он чего-то хотел он бы к этому стремился стремился так что ему не важно как до этого достичь но он бы этого достиг ну он был понимаешь на гэм просто что говорит да типа ваша ваша мэра достиг просто быть зарабатывать деньги добытчиком быть сам кормить нас одевать подгузники смесь лекарства для ребенка все покупается за мою пенсию опитаемся мы за кажется знаете это какая-то невербальная атака просто в мозг то есть она когда что-то говорит у меня ну все у меня опорно-двигательный аппарат отключается мне кажется у меня сейчас может расслабиться кишечник и в говне сидеть ну то есть она просто говорит все я овощ тетя наташа который иногда дает нам деньги прикольно что чел что-то зарабатывал вообще не буду работать вы я хочу 90 тысяч рублей в месяц мне неважно как я этого заслуживаю наше отношение как большая пирамида но она вся разбитая то есть держится на волоске ну можно в это приложение вставить место слова пирамида что угодно наши отношения как пальма она разбита и держится на волоске каждый день в телефоне своем я не пойму ты даже ковер не ваш почистил всех уже тут вот у меня ты у него тут вот сидишь в основе последние кстати к таким отношением я стремлюсь у тебя 0 0 5 6 тысяч больше чем 0 я не вижу с ним будущее то есть он не работает то есть помощь от него стебе надо было сколько прожить с ним два года полтора никакой я не вижу с его на стороны только что я вижу это с любой маленький я вижу ее мою сторону ссоры начинается большая ссора я тебя я ухожу от тебя куда-то уйдёв от меня ты без меня как без мозгов ты без меня ты без меня как и я без мозгов я думал они ребенка так рвут на части вообще отдай из мозгов вещи отдай ребенка я хочу у тебя серёжа потому я так не могу знаете у них типа такая была идиллия и просто в последние три минуты мы хотим расстаться мы друг другу не подходим я не вижу у серёжа ответственность я спокойно воспитаем ответ то есть я ему дам все то что ему надо то есть и одежду и всегда у него покушать будет мы с серёжей долго раугались но все-таки он меня отпустил сказал что если я хочу я могу уходить куда угодно ему на меня наплевать я взяла матвея и поехала к бабушке она меня приняла так и своего права да хоть и здесь же смотри как он бабушку любит смотри он маленький смотри как понимает да он уменький узнать у бабушкины добрые руки до солнышко моё ну вот это солнце моего типа классическая баб я хочу чтобы он умер в конце к боже мой его просто обожаю я всегда его хотела это мое солнце я вот съела будут наверно вот его исцеловала бы мясо давно не было пенсия маленькая почему бы не съесть ребенка его бы вот такого ребеночка конечно приму его хотя я потряс не надо нежеланный не надо мне этого ребенка даже не носите не показывайте но я не думаю что настолько полюблю его вообще потому что бабка классическая но так все бабки делают любят ребенка ребенков есть такое слово кстати я имею право на оговорки пишите комментариях если не имею прошел всего день с тех пор как я ушла от мужа я думаю прошел день как я ушла от мужа неужели у нас все кончено и все плохое что мне про него говорила бабушка это правда но тут неожиданно серёжа пришел и сказал что хочет поговорить я просто хованский вышел я хочу чтоб Наташа жила со мной пошел на хуй больше такого не повторится это сто процентов прямо слово я держу ну вот пришел твой законный муж да он клянется божиться что Юра когда стрим будет он исправится что надо ему дать шанс я даю шанс один раз Наташа ты меня знаешь один раз даю шанс если еще раз повторится вот такая же канитель если он не будет работать я его нахуй похороню так а у Наташи спросить не хочешь может она не дает шансов уже правильно правильно я переживаю за тебя ты как не как моя внучка и что ты ему родила ребенка и он не почитает ни тебя ни ребенка я этому не позволю пускай начнет читать мне надо чтобы вы нашли серёга такой смотрит на лапу говорит я люблю бабку мне кажется посмотреть как она сильно независимая женщина боже мой мне такого не хватало Юра выходи за меня замуж и мы я надеюсь к этому разговору в таком тоне мы не вернемся я решила что бабушка права надо дать серёжа шанс все-таки я люблю его прости меня жайка я возвращаюсь жить к серёже в этом все он пообещал что найдет работу в ближайшее время а я пообещала быть нормальной хозяйкой и следить за домом я очень надеюсь что у нас наконец все будет хорошо у меня никогда не было полноценной семьи я сделаю все чтобы она была у моего сына ну я бы никогда не посоветую ни в каком случае другим девочкам делать аборт 16 лет это ну не так рано стать да хотелось бы послушать тебя советы этого парня да они точно правильные и в них много смысла ребята я вам хочу что сказать из меня сантехник ну достаточно ужасный я хотел подчинить ваш чердак чтобы он не протекал чтобы трубы были все в порядке мне кажется я сделал только хуже я чувствую что вот эти вот все работы с трубами с протеканиями с прочими вот этими действиями которые содержат себе жидкости это абсолютно не мое вот я сделал только хуже поэтому вызывайте нового мастера блин с вами был как всегда я сантехнический эльдар спасибо за просмотр всем труба пока мастера блин